Это номер один, который называется экспериментальное исследование уравнений беруны. Эта работа продемонстрирует нам закон движения реальной жидкости в трубопроводе и докажет, что при движении жидкости по трубопроводу происходит потеря давления. Цель работы заключается в определении потерь давления на участках трубопровода и построении графиков линий пьезометрического и гидравлического уклона. Сама лабораторная установка представляет собой трубопровод переменного сечения, к которому присоединены пьезометры и выведены на лабораторный стенд с сантиметровой шкалой. После запуска системы и удаления пузырьков воздуха из трубок высота столба жидкости покажет нам величину пьезометрического напора в сечении трубопровода. Которая является потенциальной энергией потока и складывается из энергии давления, поделенной на гамма, и энергии положения Z. Заполнение трубопровода производится из водонапорного бака. Здесь у нас имеется перелив воды в канализацию. Постоянный уровень воды в баке поддерживает установившееся движение жидкости в данном трубопроводе. Заполнение бака производится посредством шаровых кранов и системы холодного водоснабжения. Сброс воды производится через нижний бак в канализацию. На участках трубопровода имеются диаметры 40 мм и 60 мм один участок. Кроме прямых участков мы имеем здесь местное сопротивление в виде внезапного расширения участок 2-3, внезапного сужения участок 4-5 и арматуры в виде бронзовых вентилей двух, шарового крана и клапана обратного. При движении воды в трубопроводе на участке 2-3 будет наблюдаться гидравлический парадокс, который заключается в обратной зависимости скорости движения воды и площади живого сечения трубы и прямой зависимости давления и сечения. Порядок выполнения работы. После запуска системы и выпуска пузырьков воздуха снять показания пьезометров и записать в расчетный бланк таблицы в графы соответствующих сечений. Определить расход воды в трубопроводе путем расчетной формулы при заполнении мерного бака в течение 10 секунд. Произвести замеры длин прямых участков трубопровода и записать их в последнюю строку расчетного бланка. В первую строку расчетного бланка записать диаметры трубопровода на основании данных опыта и выполненных расчетов по указанным формулам определить потери давления в соответствующих сечениях трубы на прямых участках и построить графики линии пизометрического уклона, гидравлического уклона и указать полное давление в системе на основании данного рисунка. После выполнения лабораторной работы оформить работу и рассчитать соответственно на персональных компьютерах с применением, с использованием программы Excel и AutoCAD. Перед тем, как произвести запуск лабораторной установки, посмотрите внимательно на расчетный бланк и задайте интересующиеся вас вопросы. Я на вас не знаю, диаметр сечения принимать условно ли на диаметр сечения трубопровода принимаем внутренний, потому что площадь живого сечения трубопровода определяется по внутренним диаметром труда. При определении ускорения свободного падения единица измерения принимается метр на секунду в квадрате или сантиметр на секунду в квадрате? Ускорение свободного падения принимается в сантиметрах на секунду в квадрате, потому что линейные размеры участков Определяются в сантиметрах. Можно ли экспериментальным путем определить скоростной напор? Скоростной напор установки экспериментальным путем определить можно было бы, если бы трубопроб был оборудован гидродинамическими трубками, трубками ПИТО. В данном случае это сделать невозможно. Запуск установки помогает произвести Сергей Александрович. В целях соблюдения техники безопасности показания бизометров тоже будет снимать Сергей Александрович. Приходится запуск установки путем открытия шаровых кранов на сети холодного водопровода. Вот уже зашумела вода. Произойдет наполнение водонаборного бака. И как только перелив воды будет наблюдаться в канализацию, можно открыть арматуру на трубопрободе. Сейчас будет перелив, будет вода. Лишнее потом вырежу. Другой магнитик. Регулируем расход воды. Подъем долгожидкостью. И на ликвидом сережиме будем снимать показания бизометров. Вы говорите, когда надоедут нужный ролл и белька. Пузырьки, пузырьки, пузырьки. Пузырьки всегда не подождают показания бизометров. Все, вот уже нет. Торопа готова. Можно ли, техники безопасности показания бизометров снимет Сергей Александрович. Внимательно заполняйте расчетный баланс конкурсов. Я вам буду говорить показания бизометров. От 1 на 9 вы записываете. И потом уже приступите к дальнейшему расчету. Итак, показания бизометра номер 1. 106. 106. Показания бизометра номер 2. 105. Показания бизометра номер 3. 107. Показания бизометра номер 4. 106. Показание бизометра номер 5. 106. Показания бизометра номер 6. 105. Показание призометра номер 7 – 103. Показание призометра номер 8 – 102,8. И показание призометра номер 9 – 101. Записали? Следующий этап замеров. При помощи рулетки измерить прямые участки трубопроводной. Судент Коменко произведет данную работу. Расстояние между сечением 1-2 – 150 см. Расстояние между сечением 2-3 – 19 см. Расстояние между сечением 3-4 – 66 см. Расстояние между сечением 4-5 – 19 см. Расстояние между сечением 5-6 – 23 см. Расстояние между сечением 6-7 – 33 см. Расстояние между сечением 7-8 – 19 см. Расстояние между сечением 8-9 – 33 см. Расстояние между садами 30 см. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...